Так как близится к нам Великий пост, несколько слов я хочу вам сказать на счет поста, а потом, как уже было сказано, отвечать на вопрос. Совсем немножко я вам расскажу. Итак, пост. Приближается он уже через три дня. Продолжение следует. Как бы отвратились от суеты, действительно отдохнули душой, дали место больше жизни духовной, нежели обычной нашей такой плотской. И Великий пост это самый древний пост, мы знаем, церковь, что он уже и сначала, ну не всегда он был такой длинный, но всегда христиане уже из запавленных времен постились перед Пасхой, чтобы именно подготовить себя к великому празднику Воскресения Христова. И чтобы нам получить от поста пользу, именно то, что он может нам дать, нужно иметь правильное о нем представление о посте. И поставить есть вообще вопрос шире, что есть пост. И пост, ну есть часть, можно так сказать, аскетических упражнений. И следовательно встает вопрос, какова цель аскезы и ее место в христианстве. Пост это часть, мы под аскезой сами знаем, что понимаем. Все вот упражнения пост, молитву, ущемление себя, ограничение себя разнообразное. И вот нужно и выяснить, что такое вообще вот аскетизм в жизни христианства. Потому что здесь наблюдаются множества крайностей. И первое, что нам нужно знать, то, что любое аскетическое делание в христианстве есть вещь прикладная. То есть не есть цель, а есть средство. Цель наша, как мы знаем, стяжать Святого Духа. Присполнится его плодами. Каковы, вот, апостолы перечисляют в послании Галатов. Каковы суть любовь, радость, мир, кротость, целомудрие, веро, сдержание, долготерпение, милосердие, благость. Ну и другие, такие другие плоды вот Святого Духа. А внешние средства к этому, внешние, в некотором смысле рамки. И есть вот аскетические делания, а именно пост, молитва и прочее. Но очень важно, вот мысль очень важная, ошибочно думать, что аскетические подвиги приводят к стяжанию Святого Духа. Это ошибка весьма распространенная, что вот поститься, молиться, и как следствие стяжем Святого Духа. Здесь нет причины следствия связи. Люди начинают поститься и молиться, и результат в сердце жестеет, человек стяживает раздражительность, самомнение, превозношение от ближними, и как крайний предел, ну как модно, в современном смысле, говоря, едет крыша. Часть входит с ума. Ну как край. Почему? Потому что неправильно, не стоя основной мыслью, предприняли аскетический подвиг. А мы должны с вами усвоить, что именно плод духовный, плод духовный, стяживается внутренним трудом сердца. Внутренним трудом сердца. Это направлено на исполнение заповедей Божьих. Постоянным неким таким внутренним напряжением души. Все происходит внутри. И Бог говорит, в чём написании Сыни, даже мне сердце. А внешние аскетические подвиги нужны лишь для того, чтобы упорядочить телесное состояние человека. Чтобы тело, по тесной его связи с душою, не мешало душе осуществлять вот эту внутреннюю духовную работу. И вот это смысл поста. Не достичь всего помощи плодов духа. Потому что это невозможно. Дух есть духовное, а плод есть плодское. Между ними причинно-следственная связь такой прямой, как бы нет, что в телесных действиях сниживается дух. А именно, обеспечить душе внешние рамки, облегчить душу, ослабить зависимость тела на душу и помочь душе в её духовном труде. И, конечно, пост, как часть аскетического такого делания, есть эти самые рамки. Причём не просто рамки, а рамки, конечно же, стеснительные. И сама эта стеснительность, она вытекает из необходимости вот этого самого внутреннего делания души. Христианская деятельность души, как мы знаем, есть борьба со страстьми и похотьми, как говорит апостол. Когда мы именно понуждаем сердце на добро и противимся от живущего нас греху, противимся слухам. И, следовательно, можно охарактеризовать вот эту внутреннюю духовную и душевную работу, то, о которой мы сказали, как имеющего два таких основных направления. Это самопринуждение и самопротивление. Именно когда мы сами себя принуждаем в противность нашему греховному сердцу к исполнению заповедей Божьих, и сами себе сопротивляются именно, когда у нас заговорит грех. И так как мы живем в этом мире, в мире всем дольним, а он, как мы знаем, по апостолу Богослову, есть похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, то непременно обязанностью христианина является отвращение от этих страстных похотей, которым пропитана внешняя окружающая наша жизнь. Вот это и есть, собственно, пост. То есть воздержание от страстей. Пост не есть только неедение, когда мы не вкушаем определенные роды пищи. А в составе поста само поста неедение есть дело последнее, оно как в самой внешней границе. А пост по существу есть отвращение человека от страстей, понуждение именно от себя отвращаться от страстей прежде всего. То есть отвращение как раз от похоти плоти, этой похоти отчессы, житейской гордости. А вот неедение, или вот пост в ускор смысле, есть подручный некий внешний инструмент, который служит для вот этого внешнего упорядочения и облегчения нашей плоти. И вот эта мысль очень важна и нужно усвоить. Потому что сейчас встречаешься с ошибкой, когда человек постится ради поста. У него вообще тогда покривляется в некотором смысле богомыслие. Потому что Бог получается не Бог, спаситель наш, а Бог, который дал человеку пост и правило, как главное в жизни. А на самом деле это не главное, это просто внешний. И так, чтобы вот правильно относиться к посту, нужно и усвоить это, что он не есть цель, а средство. Всякий раз, когда мы смещаем акценты, а эти акценты смещаются очень легко, как показывает практика в священческой части. И вот всякий раз, когда мы смещаем эти акценты, тогда христианство превращается в йогу. Потому что йоги тоже не едят, там не спят, там не... Но мы не йоги, а христиане. Поэтому принципиальное отличие именно вот направленности, что ли, целевой направленности, другой. Пост и средства. Это первое. Второе. Вот отсюда вытекающее само по себе. Если опять же говорить шире, не о посте, а о паскетической деятельности нашей. Господь раз и навсегда определил для нас норму. Правильный такой подход ко всякого рода внешнему законоположению, к которому относится конечный пост. Сказал, не человек для субботы, а суббота для человека. И следовательно, пост должен проходить не в формальном буквализме, а в том, чтобы была в пользу души. Тут речь идет о всякого рода послаблениях в посте. Что такой пост, как таковой, мы уже сказали. А вот именно практическое применение. Как нам его соблюсти в Великий Пост? Не имеется в виду, конечно, нарушение и отмена поста. Нет, об этом речь не идет. А именно о каких-то разумных ослаблениях. Почему они требуют ослабления? Потому что устав церковный, вот поста, очень строг. Современный человек показывает уже опыт всеобщий. Современный человек его выдержать не может. Например, в уставе, там полагается, первые два дня не есть. А кроме субботы и воскресенья, там есть без растительного масла. Опять же, понедельник, среда, пятница, есть без вареной пищи. Есть только один раз в день. Сами понимаете, что эти требования для нас невыполнимы. И если мы будем буквально всего этого придерживаться, то мы ослабим и расстроимся. И плод поста будет обратный тому, который должен быть. Здесь нужно иметь такой исторический подход к делу. Мы должны знать, что устав поста это устав, скажем, первого тысячелетия. Где-то в пятых десятых веках он формировался и оформился. И был он написан для других совсем людей, чем мы с вами. Были другие продукты, была другая экология, совсем другой ритм жизни. И все было другое. Автоматически переносить вот этот очень строгий устав на нас, людей, скажем, научно-технической революции, определенных уже норм жизни и другого ритма. Это значит, в противность Христу настаивать как раз, что именно человек для субботы. То есть, вот, есть устав, соблюди. Чтобы этого с нами не было, чтобы пост все же был для нас, именно для, ну, пользу принес. И чтобы пост был именно для нас, а не мы для поста. Нам нужно, не разрешая себе, вот, без особых причин, ну, я имею в виду болезни какие-то и прочее, не разрешая себе, конечно, нарушать пост, как бы разрешать вот на коронное, все же разумно приспособлять его к своей жизни. А именно, есть с маслом, вот, не один раз в день, а как там нормально, вот, по потребности, по возможности там разнообразить стол постной пищи, конечно, никаких сухоедений и прочее. То есть, разумный подход к посту должен быть. Опять же, повторяю, речь тут не о нарушении, не о ослаблении, не о каком-то вот разрушении постных уставов, а о разумном приспособлении его к нашей жизни. Опять же, руководствуясь словами Спасителя, что не человек для субботы, а суббота для человека. И третье, то, что, как бы, опять же, логически утекает, чтобы у нас устранить всякое смущение, смущение нас двоякое. Оно, с одной стороны, отчтение вот древних отцов-подвижников, которых подход к посту был чрезмерный срок. Вот. А с другой стороны, чтобы вот этот разумный подход к посту не превратить в такую, знаете, самооправдательную всезазволенность и такое призорство, чтобы, конечно, сохранять в Великом посту элементы строгости, вот сразу. Мы должны вооружиться вот такой мыслью, которая нам поможет. Именно, что постимся мы не для того, чтобы подражать древним суровым отцам, и не для того, конечно же, чтобы стяжать себе этим постом, что-то духовное, то есть купить таким убогым что-то способом. А мы именно постимся за послушание церкви. И вот эта мысль, если мы в основании положим, эту мысль нашей такой постной деятельности, именно послушание церкви, то мы избежим, с одной стороны, превозношения, вот где мы постимся, в отличие от других всяких там батарей, грешников, блудниц и прочих. А с другой стороны, избежим именно вот разорения поста, потому что когда мы постимся за послушание церкви, тогда мы как бы не будем себе облегчать пост до того, что он как бы исчезнет, испарится. А пост именно за послушание церкви позволяет радостно и как-то спокойно его проводить. Именно что вот спасающая нас мать церковь, она велит поститься, вот чтобы достойно встретить праздник воскресенья, вот мы и постимся, каждый по своей силе, по совести. Но именно вот не по каким другим причинам, а вот за послушание Богу и церкви. И вот опыт опять же показывает, что такая мысль, она самая приемлемая для современного человека. Потому что действительно, когда мы начинаем читать там древние потеряки, то приходим в ужас, потому что там человек там раз в 40 дней ел там. А с другой стороны, у нас в некотором смысле есть такая идеология, что это нам подается как норма жизни. Но это не норма, это именно как бы норма святости. И то не норма, а именно, можно сказать, как бы такой случайный атрибут святости. Потому что есть святые, которые ели разведение, и нормально тоже святые. Наконец, хочу вам привести большой отрывок из священного писания. А именно из книги пророка Исаии, глава 58. Всегда хорошо читать перед постом. Но мы знаем в Евангелии, что Господь говорит, что все бесовские наваждения постом и молитвы от нас отстраняются. А также, конечно, сейчас прочитаем из Евангелия от Матфея, именно такой внутренний подход к посту. Так же, когда поститесь, не будьте унылые, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред отцем твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. То есть, вот эта мысль, которую мы уже с вами сказали, что важнее всего внутреннее делание. А пост лишь как внешние, как такие вот рамки, выражения. Ну вот, прочитаю вам 58 главу книги пророка Исаии. Она как бы от лица Бога написана. Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе. И укажи народу моему на беззаконие его, и дома Иахулеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь, спрашивают они Бога. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, говорит Господь, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, говорит Господь. Разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторни всякое ермо. Разделись голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, вазопиек, и он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твое ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень, и будет Господь вожден твой всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Вот, как бы, прибавить к словам всем нечего, сами видите, что какой пост угоден Богу. Итак, мы должны именно воспринимать пост как помощь себе, вот, помогая себе, именно вот, ограничение в пище, все главное, внимание, конечно, нужно обратить на душу и на сердце. Если говорить о каких-то практических вещах, вот люди спрашивают, как нам проводить великий пост. Вот могу предложить, например, воздержаться от телевизора. От еды-то мы все там воздержимся, а вот от телевизора, как приходим домой, раз, щелк, и прилипаем, мы все же. Едим, пьем, с родственниками разговариваем, у нас все в телевизор. Вот, пожалуйста, возьмите. А? Нет, все можно. Нет, вот попробуй, вот пост, ограничить себя в употреблении телевизора, только там скажем, новостям, предположим, взять на себя такой подвиз духовный. Обычно люди стремятся на себя взять некое такое духовное занятие, вот. Ну, лучшим таким духовным занятием является, конечно, чтение священного писания. Вот, допустим, кто хочет, может, вот постом как-то особо внимательно вот последствия задачи прочитать Новый Завет именно со вниманием. Мы так, в общем-то, и читаем по страничке в день. А так вот, допустим, постом именно даже, можно сказать, не прочитать, а в некотором смысле изучить, скажем, более глубоко. Ну, вот и так далее. Стараться, допустим, быть в храме не только в субботу-воскресенье, а и в будние дни, потому что, в принципе, субботние и воскресенье службы мало отличаются от обычной, а вот в будние службы сильно отличаются. Вот, как-то может хоть раз в неделю зайти в храм-то на будни. Ну, и так далее. Каждый по своей жизни может найти себе какие-то такие вот, скажем, подвиги постные. Но, опять же, все должно быть именно в меру и не должны как бы этим что ли превозноситься. Потому что, знаете, когда можно к страстной седмице прийти в такое ужасное там раздражение от силы этого паста, тоже вот хранить, соответственно. И, конечно, вот пищу надо соразмерять своей, ну, там, и деятельностью, и профессией, как бы, и здоровьем. То есть, пища – это не главное. Это не значит нарушать пост, а? Как-то вот разумно его соблюдать. Вот краткое, что я вам хотел сказать. Как бы, на путь. на первой седмице. на первой седмице. На первой седмице. На первой седмице. Нужно стараться придерживаться вот два дня, да? Знаете, вот я уже в монастыре почти десять лет. Вот, я монах. И у меня не получается этого. Не знаю, как, может быть, у вас, если получается с легкостью, то попробуйте. Ну, я считаю, что это уже как бы такое бремя такое тяжкое налагать на людей. Попробуй, кто, если у кого есть силы, ну, пожалуйста, ну. В связи с этим, это еще второй вопрос. Да. У нас тут на работе день рождения у начальника 13-го, еще и подруга день 17-го. Так. Мы так вот сидели, как бы, на прошлом тоже там были дни рождения. Мы покупаем торт, там, вино приносят девушки, да? Женщины. Это вроде я сказала, может быть, нам закрыть масло внизу пятненьки, да? Сразу у нас все сделается. Ага. А у вас верующий коллектив-то, да? Нет? Нет. Ну, так, я вам обычно что-то скажу. В общем-то, я смотрю, в душе все веруют, как-то, знаете, ну, как-то веруют, но, может, где-то все не исполняют, там, питаются, то есть так. Ну, естественно, как нет, мы раньше с днём рождения отмечать не будем. Вот, понедельник, значит, точно будет честное руководство. Да. Вот что, если не прикасаться, да, вот как вообще? Нет, не прикасаться-то не стоит, а там после что-то будет? Что-то будет после? Принесите специальную руководство. Нет, ну, там может быть, я не знаю, торты, может быть, там, шампанское. Ну, выпить бокал шампанское, съесть там печенье, мандарин. Мандарин, да. Так, что-то можно, можно найти. Если на все раз в жизни вот что-то выдержит а вот значит такая ваша стезя. Ничего страшного. Так, мы шумнику сейчас много вкусных фруктов, бананы, киви, апельсины. Тише. Сейчас много вкусных фруктов, бананы, киви, апельсины. Как фрукты, это возможно, но с другой стороны, это ведь лакомство. Знаете, нет, фрукты есть фрукты, а не какое же это лакомство? А что еще? Витамины нужны? Особенно весной. А? Пряники? Мы, мы идем пряники. А вы подожди, у них всякие, есть и после. Нет, не обязательно. А сухари тоже? Сухари какие? Покупные? Я лично их не люблю просто. Так, ой, ну слушай, давайте сейчас мы в хлебе найдем сыворотку молочную и вообще отцедим комара, так что больше. Так, объясните, пожалуйста, чем отличается сороковост от сорока записок. И как вы знаете, заказывает сороковост, вынимаются ли частицы на обеде? Я слышал в церкви, что бывают разные виды сороковосту, то есть без вынимания частиц. Но вообще сорокауст это такое особое упоминание, которое творит в течение сорока дней после смерти человека, сорок литургий. И обычно в любой церкви они особо упоминаются, в особой тетрадочке. Но видели, в разной церкви есть разные традиции. Некоторых требует писать сорок записок, у некоторых просто записка в специальную упоминальную книгу, которая читается на праскомедии. Там некоторые берут сразу зачем-то сорок просфор, хотя они вынимаются не в один день, Вот поэтому есть разные виды сороковостов, но вообще в уставе ни слова нет ни о каких сороковостах, это уж так наше творчество. Частицы, ну во всяком случае я вам скажу, чем меньше церковь, чем меньше приход, тем больше вероятность, что там будут вымыты как раз все частицы. Поэтому если вам это чисто практически, я ничего не хочу никого обвинить, там укорить, но если вам нужно твердо чтобы вынимали именно частицы, идите в какую-нибудь малоприходную церковь маленькую, ну там в центре Москвы, вот Илья Обыдинова, там так. Если возможно, пожалуйста, расскажите еще раз о понятии смирения. Так, уже третий раз. Так получилось, что не записала автор, рекомендую вами историю церкви. Я, по-моему, что-то не помню. Так, с великой духовной разу читаю письма к Олимпиаде, да, письма к Олимпиаде хорошие. Так, может быть, невнимательно читала, но ни в день видела объяснение, выражение и раздрав одежды своей. Так, сейчас по порядку. Что такое смирение? Смирение это правильное отношение к жизни. Оно дается большими... Смирение это плод христианской жизни. То есть, что такое смирение? Когда человек правильно относится к себе, к ближним и к Богу. Вот что такое смирение. Оно не разрывно с покаянием, с любовью. Это сложное понятие. Вот так не скажешь, смирение это вот то-то. Смирение это не когда человек там бьют, а он говорит спаси Господи. Вовсе нет. Смирение именно вырабатываем в душе опытом, длительным опытом христианской жизни такое вот в чувстве сердца правильное отношение вот ко всему. Так что это такой плод можно сказать жизни. Что касается то, что я рекомендовал историю церкви, я что-то не помню, честно говоря. Так, а вот объяснение раздрав-поддерживства это был обычай просто как бы такое выражение сильнейшего что ли там потрясения. На Востоке люди они горячие, они раздирали одежду. В частности первосвященник иудейский когда Христос так с точки зрения именно вот ветхозаветной религии произнес вот кощунство когда он сказал я сын Божий тогда в знак своего сильнейшего негодования первосвященник раздрав раздрав свою одежду. Так, что происходит с какими просфорами болтарес проскомидит до окончания литургии? Как и какие частицы когда потребляют? Технический вопрос объясняю существует пять богослужебных просфор больших за одной вынимается агнец вторая служит так называем девятичинной для восстановления святых то есть небесной церкви вот а вторая божьей божьей матери третья святых четвертая за здравые просфора и пятая за упокойные это такие большие так как всегда записок много и народу много существуют отдельные просфоры которые каждый из вас покупает подая записку с этой запиской просфоры относятся в алтаре как бы из маленьких просторов вынимаются частицы о здравии или о упокоении вот с ними в алтаре ничего не происходит не спокойно лежат а частицы они на дискосе все а в конце литургии погружаются в чашу в кровь Христову словами а мы господи грехи издепоминавшиеся крови твои честной молитвы святых твоих потребляют их как когда после причастия мерен когда перед тем как последний раз выносит чаша и осенять и потребляют так почему креститель после богоявления спросил Христа через учеников его ты или тот недостаточный ему был факт богоявления вопрос интересный я вам скажу даже развязался целый богословский спор в нашем веке по этому поводу действительно в Евангелии написано что Иоанн Претечий заключенный в темнице послал двоих из учеников своих ко Христу спросить ты ли тот кого или ожидать нам другого и Христос ответил через учеников Иоанну Крестителю пойдите скажите Иоанну что вы видели храмы ходят немые говорят глухие слышат слепые презирают и блажен кто не соблазнится о мне вот и на основании этого евангельского текста существует такое мнение что Иоанн Креститель испытывал как ну такую тоже борьбу духовную борение как бы или даже дьяволевское искушение что он вот как бы стал колебаться в вере во Христа и с этой целью послал учеников своих к нему это вот одна точка зрения другая точка зрения которая находит подтверждение в святоотеческих творениях в частности Иоанна Слатоустова она гласит что сомневался вовсе не Претеча а ученики и Претеча послала именно учеников к Спасителю чтобы именно их утвердить в вере первую точку зрения в нашем веке отставил такой небезызвестный пролетарей Сергий Булгаков который ну можно сказать почти еретик можно так сказать у него были совершенно завеврения связанные с Софией и прочее софиология его совершенно гностическое не православное не христианское учение он проповедовал но в этом частном вопросе в принципе который церкви не определен эта точка зрения я считаю лично я считаю что ее тоже можно принять как и ту и другую такой был архиепископ Серафим Соболев очень строгий такой владыка который написал целую книгу против этого мнения Сергия Булгакова что как так Претеча который там вот Богоявление вот как по записке написано недостаточно был факт Богоявления и прочее вот он усомнился но в принципе если мы будем читать Евангелие то есть контекст видно что Христос сказал пойдите скажите Иоанну то есть не ради учеников а именно Претечи послан ну так во всех случаях если не так не предвзято читать Евангелие что касается святителя Иоанна Златоустого то он его толкование тоже не допустить вот такой мысли что Претечи усомнился тоже вот как раз и высказал мысль что это он ради учеников своих был послан но я вам должен сказать не к тому чтобы в никаком случае не наводить тень на творение с Титлианом что некоторые его мысли они не были приняты не то что богословие или догматика а именно мысли вот например что касается Претечи то Иоанн Златоуст не соглашался с тем что Претечи сходил во ад и проповедовал усопшим а между тем церковь приняла именно эту точку зрения и в Терпоре Претечи мы все время слышим именно то что Сашет благословал сущим воаде явчивося плотью то есть Христа то есть церковь приняла именно другую отличную от мнения Ститлиана с того что тут точка зрения да и вообще у Ститлиана такой намечается подход знаете ли уже некоторого ну как бы сказать иконного что ли подхода к новозаветным ну так если можно говорить писателям или там тема которых говорит Евангелие то есть допустим он очень любил апостола Павла и апостол Павел для него был такой святой образ а вот сам апостол пишет в послании Коринфянам что ему был послан послан сильное такое внутреннее искушение ангел сатанин сжало вплоть чтобы апостол не превозносился вот есть некоторые разные мнения что это такое сжало вплоть некоторые сходят что это плотское искушение такое беспокоившее апостола некоторые считают что это какая-то нервная болезнь или головные боли но святитель Иоанн ему сама мысль о том что у святого апостола Павла могли быть какие-то искушения человеческие она как бы его ну как бы сказать ну да не радовала да разрушала в некотором смысле иконописный такой святой облик великого апостола и поэтому святитель Иоанн сказал что это в своем толковании что это препятствие так образно выражаемое апостольской проповеди от злых человеков и злых духов хотя опять же если мы будем читать непредвзято текст то там совершенно ядно пишут жалов плоть ангел стадет чтобы удручал меня чтобы не превозносил то же самое тут с предтечей поэтому я вам хочу сказать что эти вещи частные они не принципиальные можно думать так можно как бы по разному в общем так что у нас стоит больше как относиться к творению значит как относиться к произведениям значит тут Александра Мения Павла Флоринского Александра Шмемана ну интересный вопрос как относиться многие его задают что касается Александра Мения вот есть мнение что он еретик прям ужасный и жуткий я вам скажу так что отец Александр здесь его как бы что касается Александра Мения то нужно разделять его жизнь и то что он писал потому что по жизни это человек скажем глубокой верой и действительно непритворный такой любви ко Христу Спасителю по жизни и вся его как бы пастырская деятельность может быть и спорная во многом но не будем забывать в каких условиях условиях советского времени вот она была достаточно плодотворной и действительно ну христианской жизнь что касается его творчества то он тут здесь безусловно ходил по лезвию бритва безусловно что он чуть-чуть как бы не не дописался до того чтобы сорваться именно вот в ерес почему это произошло потому что образование отца Александра оно как бы тяготело к русско-религиозной философии вот католицизму ну вот такой как бы западнической что ли такой линии вот и поэтому то что он писал вот еще не называть в то время там были в 60-е годы достаточно достаточно сильное течение связи науки с религией вот в таких интеллигентских кругах чтобы объединить вот скажем теорию эволюции с религией объяснить все это сейчас уже даже наука она как бы показывает абсурдность теории эволюции в дарвинском виде тогда это наоборот было там торжество науки и вот и как бы религиозное сознание пыталось ответить на это вот в лице Александра Миня этот ответ был вот в виде объединения скажем принятие вот этого мнения об эволюции и прочее также значит его тяготение к католицизму такое ну и много у него вещей даже тяготение к такому даже синкретизму объединения религий то есть что как бы он ставил христианство в своих трудах на ну можно сказать доску с другими но опять же это труды нужно знать что он не ученый а просто ну как популяризатор скажем так вот и вот я знаю что его некоторые книги как-то вот Сын Человеческий есть такая книга у него она очень многих людей как бы подвигала на то чтобы больше узнать о церкви ну и прийти в церковь поэтому в принципе я скажу так что литература сочинения Александра Миня это литература для новоначального для только входящих в церковь это вот первый этап потом человек если он правильно пойдет по такому будет жить правильно то он разберется во всем он как бы отделит честное от недостойного и вот в лице отца Александра Миня он увидит действительно доброго ну скажем пастыря который не без заблуждений не без ошибок и крупных и серьезных которые действительно печалят и водят соблазны многих но вместе с тем это был человек именно вот живой верой такой вот достаточно редкой и вот любви и любви к Христу что особенно учитывая вот такое еврейское происхождение оно особенно я считаю ценно потому что конечно ну еврея как правило Христо противники скажем так а здесь именно вот такой обратный случай он не разрушал нет он не разрушал нет он не разрушал это именно уже потом клипушеские навороты вот я вам говорю что нужно отделять его жизнь от его сочинения и еще нужно отделять его самого от его последователей потому что тут нет опять же я вам говорю что здесь вопрос сложнее это личность очень сложная личность очень сложная ее нельзя вот так дать как там один там обещал не упоминать там радости там один батюшка там что он еретик нет он не еретик он балансил он был как бы на острие ножа все время находился в своих воззрениях в своей жизни это был ну каждый человек ошибается правда его вот в чем его нельзя обвинить так это в отсутствии любви к Богу скажем так а уже вот все эти ну там сложности он же пришел прямо к синагогею ой не синагоге нет он пришел в катакомбной церкви если что пошло если говорить биографию бабушка его была и она крошка насцелена да но его родители были уже крещённые православные вот они были духовный чад отца Серафима который жил в Сергием Посаде в таком-то церкви поэтому у него как раз он не из синагоги пришел другое что можно объяснить его вот таким еврейским что ли сильной закваской его как бы вот такие не вполне православные некоторые взгляды но опять же я вам говорю здесь нужно разделять человека вот как бы вот таких ошибок любому человеку свойственно ошибаться это вот мое мнение что касается Александра Миния что касается значит Павла Флоренского то я не так хорошо знаю вот его жизнь как жизнь Александра Миния но творение совершенно не православное конечно очевидно это очевидный гнастицизм и считать его православным философом я лично я не могу вот и конечно очень много соблазнительного и смутительного в его жизни а что касается отца Александра Шмемна то он представитель такой как бы парижской школы которая привлекала сильно разные неправославные ну научные труды но опять же я знаю что на начальном этапе на начальном вхождение в церковь вхождение в церковь для людей его книги очень помогают особенно книга о юхаристии очень хорошая книга для именно людей которые только вот знакомы с церковью опять же я вам говорю что Александр Мень и Александр Шмемна это литература для новоначального для того чтобы дать человеку толчок потому что уже от молока потом этого млека словесного перейти к твердой святоотической пище но конечно устраивать оргии с сожжением книг это уже никакие ворота не есть нет евреем был только Александр Мень так расскажите пожалуйста о литературных формах употребленных в богослужении употребляемых тыкос контактер апарь прохивин глаз а кто их переводит в соломо а как в скану молитва что значит слава Богородич всегда изобразительный полилей паримии когда употребляется в храме ну это целый лекс надо читать как могут управляться в домашней молитве как можно обратиться в молитвный просьб к святому и как потом отблагодарить в храме или дома так ну очень кратко значит тропарь это краткое песнопение обозначающее суть праздника или дня тропарь контакт тоже самое но раскрывающий эту суть с внутренней с более внутренней стороны икос это то песнопение которое идет за кондаком и ну более подробно раскрывает его содержание прокимен это строчка из псалма которую произносят перед чтением евангелия или апостола или паримии то есть перед чтением священного писания глаз это один из восьми напевов наше послушение делится так на восемь что ли периодов каждую неделю меняется глаз это вот глаз это напев их восемь а кто их это богослужебная книга а кто их есть осьмогласник в нем написаны вот все последние этих восьми глаз триоди это богослужебная книга которая используется вот постом есть постный триоди или же от пасхи до пиздесяти цветная триоди псалом это часть библейской книги псалтирь их 150 или 151 по нашей славянской а как это такое песнопение очень любимое нашим народом где непрестанно говорят радуйся 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 я лично какая-то неравнодушие ну так с другой стороны канон это богослужение можно сказать такая главная часть которая суть праздника тоже раскрывается с разных сторон канон состоит из 9 или 8 песней молитва это любая молитва ясно что такое так что значит слава богородичина богородичина это песнопение богослужебное песнопение посещенное Божьей Матери Седалин это почти то же что тропарь но то что читается между кофизмами и между песнями канона это очень кратко я же говорю на целую лекцию вопрос изобразительные это то что в начале литургии мы слышим вот это псалмы благослей души моего господа хвали души моего господа единородный сын и блажен это вот изобразительные называются пулеле это когда поют хвалить имя господни царские рота открываются духовенство уходит кодят читают евангелие помазывают масло ремень и на вечерние это чтение из ветхого завета так в домашней молитве можно употреблять все что угодно как вы хотите на то она и домашняя молитва а как можно обратиться с молительной просьбой к святому и как потом отблагодарить тоже как хотите как вам сердце подскажет святых тоже можно благодарить мы вот молимся вот мы молимся святителю Николая святителю отче Николая вот сломалась машина надо новую бац новая машина естественно мы будем молить так отец Петр так вопрос политический будете ли вы голосовать 26 марта если возможно скажите пожалуйста за кого как вы относитесь к Путину простите за вопрос вопрос внешний Путин сейчас в резиденции у нас сидит конечно охрана я голосовать не буду я вам честно если бы был Примаков я бы за него проголосовал а так как его нет я голосовать не буду ни за кого не хочу а при чем православие вы знаете упаси Боже если у нас будет православный президент это а Путин не православный ну вот патриарх его любит да с патриархом у них взаимоотношения очень хорошие ну это очень хорошо хорошо конечно так я вам скажу знаете может быть мои слова покажутся резкими но во внешних мирских делах вот я например ну я там на подворе служил на него у монастыря нашего мне приходится дело иметь с людьми разными ездить по ферме туда-сюда на заводы и вот хуже всего и можно сказать даже невозможно иметь дело с православными людьми невозможно лучше иметь дело с нормальными светскими вот как вы сказали все кто там в душе они все верят естественно но так с православными невозможно иметь дело потому что они все а так может грешно а так не грешно а как вот мне надо у духовника спросить как он благословит так скажите пожалуйста как нам мирянам провести первые два строгих дня поста что из сладкого можно кушать в дни поста варенье можно кушать что не постный мармелад можно кушать что постный то и кушать почему там яйца ну ладно не ешьте так как нам мирянам провести первые два строгих дня я вам хочу сказать так ходите лучше вот в церковь пойдите утром вечером в церковь а еде вот ну поешьте там пообедайте да поужинайте так постной пищей и все лучше вот если вы будете в церкви на всех служениях это более чем достаточно так идем дальше расскажите пожалуйста о чине причастия для болящих не ну причастие есть чем специальное когда причтить больного когда он лежачий или в больницах есть специальное чине считается краткие несколько кратких молитв там исповедь сразу причастие так что вполне определенный так мне хотелось в эти выходные собороваться перед началом поста когда это лучше сделать субботу или воскресенье или в одни поста лучше собороваться ну принять собороваться в одни поста потому что просто не если одно дело тяжкая болезнь которая не терпит логательство а если так просто такое как бы скажем профилактическое соборов постов все соборов нет смысла не ну два раза в каком смысле в краткий промежуток времени а ну можно нет есть некоторые ревнители которые там каждую неделю великом поста соборов не так так можно на могиле на кресте сейчас крепить фотографии или только иконы богородицы и господа ну можно наверное ничего такого нет можно можно наверное не могу так так инвалид первая группа врач рекомендует молочные продукты рыбу в том числе в субботу воскресенье донорская почему почему не обращаться к врачу что за ересь все без исключения врачи но это сильно сказано большинство но сильно сказано я бы не сказал вы знаете вот по поводу записки вот то если есть духовник лучше с ним это частный такой дисциплинарный вопрос если человек болеет инвалид первой группы донорская почка то просто препятствий к тому что больной человек как бы послабляться в посте конечно нет если это нужно именно как лекарство то значит ну лучше все это отговорить конечно духовником так данная седмица называется сырная воскресенье называется неделя сыропустная что означает сыропустная означает ли что в эту неделю здесь сыр как раз наоборот нужно есть сыр и доесть его весь чтобы не отставать пусты значит отпуск отпускать значит последний день когда нам допускается есть сыр поэтому отпускать допускать это там пословие так послание апостола Павла поэтому мясопустное тоже последний день неделя мясопустное последний день когда допускается есть мясо так же с сыром послание апостола Павла к евреям цитирует 109 ты священник по чину милхиседеков Что такое чин Милхиседека? Ну, опять же, если дальше читать посланники евреям, там совершенно ясно все сказанное. Что это как бы духовное такое священство, духовное предзнаменование именно священства новозаветного Христова, чин Милхиседека. Потому что Ветхозавет Священства был по чину Аарона, а именно Милхиседек, он как бы предображал новозаветное священство. Поэтому чин Милхиседека – это есть новозаветное такое священство. Там же «я поклялся во гневе моем». Так, может ли Бог кляться, может ли Бог гневаться? Как правильно понимать эту фразу? Ну, мы с вами в прошлый раз, когда рассматривали, значит, вот назвала тема о священном писании, мы с вами говорили, что нельзя понимать буквально, а это как-то такие, ну, духовное выражение применительно к нашей, что ли, человеческой, вот там, ну, степени, что ли, разумения. То, что Бог клянется – это, значит, какая-то особая такая непреложность, что ли, в законоположении. Когда Бог гневается, значит, ему неугодны, там, те или иные наши действия. Просто такое библейское выражение. Так, отношение с штрих-кодом. Ну, там висит все, прочитайте потом. Читала, ну, вообще, я вам скажу, что мы истерию подняли невероятную, там, с этим штрих-кодом. Боитесь штрих-кодом? Ну, выкиньте все, пожалуйста. То есть, ну, тогда Радмич должен объяснять, как-то на порадовании, а у тебя были, как раз, или истерию, или... Да, но Радмич для этого существует, чтобы, жаль, что русский дом, чтобы... Проблема просто, как бы, вложник не порадована было, если что-то и было. Конечно, конечно. Ну, вот у нас, знаете, этот спор извечен. Я вам скажу так, что, да, компьютерные три шестерки. Компьютерные, там есть эти три шестерки. В штрих-коде. Почему они там появились? Потому что люди, наверняка, специально, когда создавали штрих-код, туда сунули в насмешку над христианами. Теперь наши действия какие? Мы должны это бояться, все выкинуть, трепетать перед антихристом, да? Это, мне кажется, недостойно христианам. Мы должны, как бы, все там, скажем, там, грубо наплевать на все это. Что нам повредит эти три палочки? Какие же, да, христиане, если нам... Это подозрение о богослове подводится. Ну, нет, вы поймите, что в Откровении на Богослово, это вот текст загадочный, который мучает всех бедных христиан, которые, там, вместо, там, Христа жмут антихриста, вместо того, чтобы бояться Бога, боятся они антихриста, там, и прочее. Эти, эта книга тайная, это тайна откровения, это великие тайны последних времен. Истояцы говорят так, что нечего ломать голову над тем, что означает этот три шестерки. Когда это сбудется, тогда мы увидим задним числом. Для этого и есть, это пророчество, это, как бы, ну, подтайдными таким вот образами, аллегорическими. Вы думаете, что это это, да? Ну, так, наверное, проще жить, конечно. А знаете, я просто знаю людей, вот у нас тоже, вот они заняты поисками жидов, масонов, трех шестерок, там, там, и они бурную такую деятельность разводят, вот. А это очень просто, им жить легко и весело и интересно. Как же, они же борются за правду, за православие. Вместо того, чтобы посмотреть в свое сердце, то, что Господь требует именно, и, там, бороться со своими страстями, как бы, мы же, как знаем, норма христианской жизни. Мы все предаем Богу, всю нашу жизнь, и внешнее, и внутреннее, как бы, сплетение предаем Богу. И надеемся на Бога и уповаем на Него. Что Он, как бы, своим промыслом нас не оставит, и, действительно, волос в нашей голове не упадет без Его промысла. А тут и все наше внимание должно быть обращено на именно соблюдение западей Божьих. А тут, получается, что этому не уделяется никакого внимания, но все внимание уделяется на выискивание трех шестерок, перевернутой звезды, значит, какой-то еще символики. Очень интересная жизнь. Я сталкивался с этими людьми. Вот, точно, по плодам их узнаете. Это точно. В Греции, как? В Греции. Так, ладно. Вы лучше у кого-нибудь другого, Господи, я некомпетентен. Читала в книжке с перечислением вопросов к исповеди, что трапезнички, мыться с язычниками и представителями других религий являются грехом. Почему? В книжке с перечислением вопросов к исповеди. Я не могу вам ответить на этот вопрос. Почему это является грехом? Не знаю. Это надо у авторов книжки спать. Вот они тоже, наверное, с шестерок и на выискивались. У них мозги съехали. Я слышу, что не могу. Так, когда Великий пост можно вкушать рыбу? Рыбу можно вкушать на Благовещение и на Вербное воскресенье. Два раза Великим постом вкушается рыба. Так, очень часто и вы, и вы, и вы, и Асаф направляют нас к духовникам за решением каких-то вопросов. Ну, есть у малого количества людей есть духовник. И как вообще его найти? Можно ли обратиться к священнику и просить его, что он взял духовное чадо? Ой, вопрос сложный. Ну, во-первых, что значит направляем к духовникам? Просто есть такая, ну, что ли, норма такой дисциплинарной церковной жизни, что частные свои вопросы, ну, так вот, здесь достаточно большая аудитория. Если каждый из вас, представьте, будет, как ему что есть, что не есть, когда встать, когда лечь, что читать, что писать, с кем общаться, с кем не общаться. Сами понимаете, что в общем порядке такие вопросы не решаются. И выносить их, тем более, на, как бы, широкое обсуждение тоже, ну, не очень хорошо. Поэтому, собственно говоря, такая норма есть в церкви, что все частные вопросы человек решался тем священником, которым он имеет доверие. У нас просто, так как русский человек, он очень, как бы, как бы, не то, что широкий, а хочется вот все до конца, там, добить, вести, максималистов, скажем так. Вот ему вот обязательно нужно, чтобы был вот именно духовник, как написано в книге Авва Дорофея. Вот это ошибка, что мы предъявляем духовникам завышенное, заведомо, еще не подходя к духовному, уже предъявляем завышенное требование, что у него там крылья, нимб, и что он все знает, и прочее. Нет, священники такие же немощные люди, как и мы с вами. У нас, как бы, общая задача, общий путь на пути, вот, ко спасению. Вот, но, конечно, духовника, как бы, иметь, ну, нужно. Только не нужно это обставлять таким, не подходить, что батюшка возьмет меня в чады. Знаете, я вам скажу вот по опыту своему, что с этими чадами из духовника, это игра какая-то, вот, по большей части, что это игра. То есть люди играют в чады, а бедные, значит, батюшки не знают, куда от них деться, потому что они там, вот. Не то, что доели, но это не серьезно просто, по большей части бывает. Не надо вот это духовники, есть, у каждой ходит там, на приход, каждый из вас наверняка питает там доверие, расположение тому или иному священнику. Ну, подходите, вот, и, как бы, спрашивайте их. Только не надо это обставлять, что возьмите меня в чадо. Ну, теперь ты мое чадо, если человек все там, что-то там щелкнуло в небесной канцелярии, и там пошла благодать. Так что, ну, так, труды Глубаковского полезно читали. Эвангист Илукьев, ну, Глубаковский, насколько мне известно, достаточно свободномыслящий такой товарищ. Не знаю, я, честно говоря, не читал его, поэтому не могу вам сказать компетентно. Пожалуйста, сколько можно произносить бесконечное спасибо? Не понял я. А, прошу прощения. Сколько можно прощать вопрос? Бесконечное спасибо. Спасибо за ответ. Ну, Евангелие дает совершенно четко на это ответ, что если вы не простите людям согрешение, то и Отец вашим бедным не простит нам согрешение наше. Как прощать? Не спрашивай прощения. Ну, видите ли, прощение же не в словах. Обычно тоже, вот, да, перед прощенным скрещением много людей подходит, как простить? Вот, там, с кем-то конфликт, и, значит, как простить? То есть, бывают случаи, что, вот, допустим, мы подаем человеку и скажем, прости, а он это только взовьется еще больше. Вот это надо знать все, как бы, ну, чувствовать все. Прощать – это, значит, сердце в своем, прежде всего, не иметь на человека, ну, там, злобы или, там, ненависти. Вот, что значит прощать. Если ситуация позволяет, если мы знаем, что со стороны, вот, там, другого человека, ну, адекватный отклик, то можно попросить, там, словес на прощение или каким-то действием показать, что, как бы, у нас нет на него обиды или, там, вот. А бывают ситуации, что, там, другая наша сторона, вот, в этом, там, бывают конфликтные, затяжные, что просто человек ничего не хочет слушать, ему не достучаться, не пробиться, там, к его сердцу. Ну, просто, да, молиться о нем Богу, но в своем сердце, главное, в свое сердце соблюсти. А тут уже смотреть по ситуации, надо ли говорить. Я говорю, что я тебя не прощаю, я не прощу. Тогда вот не надо с ним общаться. Расстаться, если. Расстаться, если. Ну, лучше, лучше, лучше не обращаться, ну, как-то, надо же знать ситуацию, лучше не доводить до такого, чтобы услышать, вот, от него такой, вот, нет, так. Я, он не такой, ну, на... Да это на его совести, ну, да, это, конечно, на его, на совести этого человека остается. Скажите, пожалуйста, тут еще не рисует вот сам механизм прощения. Как это? Какое слово? Нет, вот, я вот, знаете, вот, что имею в виду, вот, давайте, все понятно, все попросил, а дальше? Дальше, вот, если не хочется вообще разговаться с человеком, все равно, это что, просил или не просил? Просить это как? Это что, если на встречу у нас как-то? Ну, вы знаете, Господь, Господь как? Сейчас, давайте почитаем. Сейчас прочитаем. Написано. Любите врагов ваших, благословляйте, проклинающего вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас. Вот. Молиться, любить. Любить – это не иметь ненависти в сердце. В сердце. Да, благословляйте. То есть, что значит благословляйте? Когда зайдет речь об этом человеке в компании, вот, и там, допустим, ну, в его, там, отсутствии, там, допустим, ваше, там, слово наступает, вы, там, наконец-то, скажете, а я вам скажу, кто он такой. Лучше, ну, чтобы выполнить этот завтрак, благословляйте, хотя бы промолчать, а то и сказать, что, ну, вот, там, любой человек есть положительное, отрицательное качество. И, наконец, благословляйте, это не значит бегать, там, искать, ну, на тебе подарочек, там, или что-то, а когда человек попадет, допустим, вот наш, там, ну, не говорю враг, а вот человек, с которым у нас сложные отношения, он попадает в тяжкое обстоятельство. А мы все знаем, что когда человек попадает в тяжкое обстоятельство, обычно от него друзья отскакивают все. Ну, не все, но, там, бывает, к сожалению, случается, там. Вот в это время как-то прийти деликатно и тактично ему на помощь, помочь, чем можем, ну, если это возможно. Вот тогда мы будем исполнять, а это не значит, что против своей воли, против сердца, идти к нему в гости, там, и общаться, взаимно раздражаться, нет, здесь совершенно, как бы, в другом, в другой плоскости это все происходит. Конечно, лучше удалиться от, если нас это раздражает. Так, воин Есенецкий. Дух, душа, тело. Дух не каждого человека отлетает к Господу. Люди, которые много нагрешили, не кались, как бы сжигаются, душа и сгорает. Переглядя, кается ли это с молитвой всесожжения неблаговолившего? Все ли души ждут воскресенье, не только христианские души? Так, отвечаю. Что касается труда святителя Луки, то он, как бы, ну, не принимается все же, мне кажется, как выражение церковной, что ли, ну, такой строгой, строгой церковной точки зрения на вот эти процессы духовной душе. Святитель Луки была, ну, скажем так, свое вот частное мнение. Все, души не сжигаются, они, мы знаем, что являются на суд, и, к сожалению, душа бессмертная. И, конечно, не перекликается, это с молитвой всесожжение неблаговолившего, потому что здесь эта молитва, ну, даже не молитва, а псалом, он указывает на ветхозаветное богослужение. И, конечно, все души ждут воскресенья, все воскресные, знаешь, все праведные воскрешения живота, а грешные воскрешения суда. Так, вопрос второй. Присвоение каждому человеку, так, ИНН, это номер, значит, начинающийся в Москве, начало идентификации людей, как к этому относится церковь? Ну, вот, Синод в понедельник, как бы, наш, свое отношение, я считаю, очень разумный, трезвый, высказал, как к этому относится церковь, что, собственно говоря, чего мы боимся? Вот, если ответить на этот вопрос, то мы сразу увидим, как относится к церкви, чего мы боимся? Ну, скажите мне, вот, номера, штрих-коды. Человек как личность теряется? Вот в том-то и дело. Способен ли штрих-код разрушить человеческую личность? Может. Каким образом? Каким образом? Потому что слишком все будет записано. Нет, а сейчас записано, я вас уверяю, пойдите в досье ФСБ, вам там все про вас скажут. Обязательно. Серьезно? Уж про нас тем точно, я знаю. Нет, напрасно. Для этого мы никому были сам. Если мало, вы не знаете, понимаете? Нет, подождите. Мы должны... Давайте... Давайте... Давайте вопрос это выясним. Итак, мы, собственно, корень нашего беспокойства заключается в том, что мы боимся, что принятие идентификационных этих номеров, а также тесные штрих-коды, шенгенские визы и прочие вещи, разрушат нашу личность христианскую. Каким образом? Каков механизм этого разрушения? Ну, ценности другие. Нет, почему тут ценности? Ценности это внешняя вещь. Каков механизм... Нет, подождите, разрушение личности, они в чем здесь заключаются? А может, мы просто не знаем, в чем состоит такое разрушение? Нет, тогда... Разрушение личности, помимо... Материализация личности. Мы только предполагаем, что... Материализация. Все идет на учетке. Каждый человек будет иметь свой вес, свой это... Подождите, это не убедительно все. А? Подождите. А? Подождите. Что если в малом уступить, то постепенно можно... Нет, подождите, это все правильно. В чем уступить? Как уступить? Уступить в чем? Что значит принятие, скажите? Вы имеете в виду, что вся досье, наверное, будет на человека, то каким-то могут путем перебросить, но я не знаю там... Я вас уверяю, что досье есть. Есть досье. Но... Вы поставите под досье. Нет, не в этом дело. А не проще ли просто убрать это дело? Давайте, давайте поставим вопрос... Подождите. Даже в советских временах такого не было. Подождите, подождите. Давайте разберемся. Давайте разберемся. В общем-то надо. Давайте разберемся. Вопрос стоит так. Вопрос стоит так. Естественно, живя в этом мире... Тишина. Давайте по очереди. Живя в этом мире, мы неизбежно идем на ту или иную степень компромисса с миром сил. И между прочим, мы являемся, если уж так говорить, членами Церкви Русской Православной, которая в предшествии 70 лет, даже не 70, а там 300, или даже не 300, а еще больше, не знаю, или даже всю историю, постоянно шла на компромисс с властью. Постоянно. Это исторический факт. Я не хочу говорить, хорошо это, плохо это, но всякий раз, когда мы изучаем историю, мы видим это, что я не знаю, когда наша церковь была независима. Может быть, только в 17-м предпатриархе Тихоне эти 7 лет. Может быть. Потому что мы знаем, что зависимость церкви от великих князей, и то, что митрополит Филипп был претерпел мучшенщик кончину от Ивана Грозного, которого сейчас на щит возносим, я спаситель России, вызывает, что он убийца, кровожадный тиран. И всю историю мы видим, что так или иначе, но компромисс церкви с миром был. Помешала ли эта церковь выполнять свою спасительную функцию на земле? Мы видим, что нет, не помешала. Хотя бы потому, что такие великие святые, как тот же Серафим Саровский, просиял в то время, когда церковь была под пятой государства, была департаментом вероисповедания, скажем так. И не было ни патриарха, а был государственный священный синод, и был в это время Серафим Саровский, и были Агрусии Оптинские, и были Анкронштадтские, и опять же был патриарх Тихон. То есть, что этим я хочу сказать? Что здесь нужно разделять, где начинается именно то, на что христианин не может ни в коем случае пойти. Это начинается когда? Опять же, обратимся к истории в житиям святых, когда человек требует сознательно отречься от Христа. Требует ли от нас этого? Значит, вопрос. Формально все останется. Подождите. Что значит формально? Говорят, если ставите печать, и говорят, отрекаешься, ты соглашаешься, значит, ты уже... Потом, простите, что надо, ставить печать? Не ставить. Ну, пожалуйста, не покупайте товар, не берите, как говорится, налоговые карточки там. Пожалуйста, это все в вашей власти. Вас не преневоливают мне. Пожалуйста. Речь не о том идет. Когда речь идет о печати, о числе 666, и когда речь идет о конце мира, и вот о знамених, речь идет о чем? Если мы будем брать Священное Писание и Творение Святых Отцов, о том, что люди свободно и сознательно отвратятся от Христа и будут служить антихристу. И если брать расшифровку вот такую духовную, вот этого числа 666, у святых отцов, то там, допустим, преподобный, мил мироточивый, говорит, что будет в этой печати. Будут печати, как бы это образно выражать, что антихрист говорит человеку, ты мой, а человек говорит, да, я твой. Вот что такое печать, стану я антихристом. Ну, мне кажется, просто неразумно, и как-то, ну, по-детски, вот это какая-то странная вот истерия, достаточно, ну, нет даже слов, когда вот эти несчастные штрих-коды, которые, конечно, они не случайны. Вопрос, ну, случайно или нет, три штерки, конечно, нет. Явно, что кто-то просто подсмеялся, и вот, а может быть, даже для того, чтобы вот эту истерию вызвать тоже. Ну, как они попрыгают, эти христиане? Подумал, кто-то, значит, запихиваете три шестерки. А мы... Очень страшно, да? Кого мы боимся-то? Трех шестерок? Бояться нужно одной вещь. Надо бояться греха, который разлучает нас с Богом. А бояться антихриста, бояться... Какие же мы христиане тогда, если мы там боимся шестерок, боимся штрих-кода. Да перекрестить его там, святой водой изо всех сил отпрыгать. У нас ждет тогда вот уроки в Финляндии, то же самое, на православной стране. Вот там... В Финляндии? Тогда я поняла про страну, по-моему, в Финляндии. Не бывает... Вы поймите, что по большому счету не может быть православной страны. Бывают православные души, люди православные. А страны, что такое страна православная? Я не знаю. В Евангелии нет такого понятия. Нет, вы знаете... Ведь христианство очень индивидуально. Оно обращено к личности, а вовсе не к стране, и не к коллективу. К личности, к душе, вот, каждую из нас. Вас там, ну, каждую из людей. Вот, поэтому... То, что когда вот... А по поводу Раднижа, я хотя и обещал там не касаться этой болезни тематики, но я вам скажу, что даже есть мнение вот в нашей среде, что там специально вот этими вещами занимаются, раздувают эту вот истерию, чтобы отвратить людей от православия. Потому что ни один нормальный человек, включив Радниж, или открыв журнал «Русский дом», он скажет так, что если это православие, я никогда туда не пойду. И правильно сделаю. то, что там... Ну что, человека запугают. Получается, какого Бога мы проповедовали? Это очень серьезный вопрос. Ну, нет, это другое дело. Это все можно слушать, и хорошо. То, что там и Евангелие читают, и там батюшки нормальные бывают. Нет, другого нет. Ну, для человека... А? Столько молодежи, которым он идет в другие сетки. А знаете, почему идет? Я не говорю, быстро... не знаю, что вы хотите... Нет, я сталкиваюсь с Раднижем. Я вам... Ну, ладно. Ну, не, расскажите. Мы... Нет, я... Почему вы? Я не собираюсь... Я говорю, очень хороший есть батюшки. Вы в числе... Вы в числе отец Валентинасов. Я его очень люблю, уважаю, и мы с ним... Ну, не в этом дело. А Раднижем там... Ну, ладно, не буду говорить. Ну, скажите, подождите, позвоните. А то, какие не будут. Нет, это не идеология касается. А то мы будем что-то другое думать. Не, не, это не идеология. Нет, подождите. Я к батюшкам. Я сам батюшка. Я к батюшкам претензии... Претензии... Вы знаете, я не надеюсь. Вы, я просто не судите. А мы... Нет, мы не судим. Вы поймите, мы никак не судим батюшек. Мы обсуждаем идеологию, скажем так. И рассуждаем, и обсуждаем идеологию. А это очень важно. А что же, нам, я считаю, это нужно, конечно. Сейчас большая путаница и в среде батюшек тоже. Большая путаница в мозгах. Потому что там какой-нибудь батюшка... Дело в том, что я вам скажу так, что национальная идея скомпрометирована не без помощи русского дома и не без помощи радости. Скомпрометирована. Единственная идея, такая, ну скажем, общественная, которая могла бы помочь действительно России действительно обрести как-то свое лицо, она скомпрометирована. Почему? Не без помощи русского дома. По тому. Национальная. Национальная идея. Ну подождите, вы не за что слышите. Мы русские, да, мы русские, да, и православная церковь. А почему скомпрометированы? Потому что она подносится не так. Она подносит, что мы лучше других, а все, значит, остальные хуже. Так это даже с евангельской точки зрения неправильно. Как это так? Все люди перед Богом одинаковые. Что я, что там, что вы, что американец, какой-то Джон, который там моет посуду в каком-то кафе. Они перед Богом, я вас уверяю, что мы не лучше перед Богом. Мало того, если мы будем читать Евангелие, что Господь кому говорит, что мы тари и грешники впереди вас ведут в Царство Небесное? Это Он нам говорит, православным. Не к тем фарисеям, которые 2000 лет, а нам это говорит. И чтобы удивиться великим удивлением, когда вы видите их входящим в Царство Божие, а себя изгоняем и вон. Это нам обращено слова, православным, а не к тем, потому что мы читаем и думаем, ну это не к нам, это те, они плохие фарисеи и там прочее. К нам. А вы не пишите, что это правильно. Вы знаете, там же, ну как, у нас, у нас, у нас был период, когда отец и отца хотел, чтобы брать наши обители, ну на родные же, ну тоже там вещали. Ну, во-первых, они потреблялись нас деньги за, уж простите, я вам все же сказал, то, что не хотел, за то, что мы выступаем и мы ее должны еще спонсировать за это, чтобы ни в какие ворота не лезть. Всегда обычно за выступление землянный труд платит людям деньги. Или хотя бы, там, во славу Божию, там, бесплатно. Но требуется нас еще деньги, это же было бы просто наглостью. Это раз. А во-вторых, мы просто их не устроили по идеологии. А отец Роман же был? Ну, отец Роман, он был очень умный человек, он умел так. Ну, а Алексей, настоятель, выступал? Ну, редко, выступал. Ну, речь шла не о, как бы, официальных наших лицах, а о, вот, о катехизической службе. Ну, мы, вот, общего языка не нашли с этим опыществом. Ну, окажут отношения к руссконациональным деяниям, а вот... Помочь? Да, поделиться. А вот у нас, пожалуйста, приезжайте, посмотрите, у нас, где я... Там нам тоже надо помочь, трактор купить, тоже надо помочь. И что мы настрели? Ну, лучше трактор купить нам, себе, вернее, потому что мы есть у нас. А, сеть, ну, а как руссконациональный деле? Стоит только русскому что-то вот сказать, так вот, являйся, стякать, сразу затыкает рот. И что мы вообще, и животные глупые, и все такое. Вот шепарить как раз... Нет, это бесспорно, нет, это все бесспорно. Не в этом дело. Но вы сами понимаете и знаете по жизни, что одну и ту же вещь можно сказать совершенно разным тоннам. Что одну и ту же вещь можно сказать, человек отвергнет с гневом. И все совершенно правильно. По форме, по форме правильно, то, что там говорит, что действительно русская нация как бы в пренебрежении и прочее, прочее, прочее. Но то, как это подносится, преподносится, оно нормально, человек как бы... А как должно это подняться? Я не могу сказать, как должно. Я просто считаю, что вот упущено это вот время и возможность действительно национальную идею поставить вот... А нужно поставить? Неизвестно. Ну, пока вот так, что с такими... Что мы русские, православные там и все. Там, янки убирать... Это все проходило. Сейчас в школах будет вот это... Как он называется? Волеология. Говорят, что это вот от вала. Ва вот этого. Волк-то был какой-то. Вот как вот с этим будет? Сейчас детей наших фактически не уважаете родителей. Я вам скажу так, что вот к вопросу о национальной идее, что к свойству русского человека всегда относилось такое непохвальное качество, такое ложное, скажем, лжесмирение, которое на самом деле не смирение, что как бы его бьют и пока не убьют, будут бить. И вот с нами всегда так происходило. По той же истории посмотреть. Что у нас, к сожалению, нет... Что значит валиология в школу? А на что родители? Собираются родители, идут в директор, идут в РАНО. Да, это там неудобно и там много силы, там и нервов все требует. Но если этого не делать, то так и будет, валиологии, сексуальное образование, прочее. А родители сидят, ах, там, в наших школах, там, да я вас уверяю, если даже три человека найдется в школе активных родителей, они такой шум подымут, на уши поставят, все равно, что там директор просто будет бояться вводить все эти предметы. Нет, я вам скажу, если это будет действительно явлением таким, ну, не то, что распространенным, а имеющим место быть, конечно, если это один человек, то да, а если это будет там действительно, как бы, происходить, то уже и подумают власть имущие. А пока, конечно, если... Власть имущие не убивать на наши... Нет, вы знаете, опыт показывает, что если человек начинает добиваться чего-то, он добивается. Я это знаю и по себе, и по окружающим, и тем более в таком благом деле, когда Господь помогает, очевидно. А если, конечно, сидеть, сложа ручки, только говорить, ах, в лиологии, там, секс-просвет, там, прочее. Ну, и так оно все и будет. Так что тут... А что вы ведь, что время, в общем, что нам теперь не нужно надеяться так росту и забыть, что-то... Я ведь не политик, и не общество, я не могу сказать. Это так чисто интуитивно вот уже, как бы, вот 10 лет, да, постоянно общего, 10 лет вот прошло, а толку никакого нет. Те вот здравые, здравые, да, еще кое-что, те здравые идеи, которые могли быть, они, и, между прочим, не без нашей, конечно, вины, я имею в виду, духовенства, потому что, ну, тут явно, конечно, лежит... структуру, не заходи, молодежь спрашивает, что русский фактически погибнет, что это все страна пропащая, вот так молодежь заявляет, понимаете, как? Вот я вот знаю, что люди хорошие люди, все, они больше... надеюсь, ничего не еще прожить, понимаете, Вот так заявляет, молодые люди, что ничего хорошего в России не ждать нам, молодые люди, которые по 27 лет, 20 лет. Вы знаете, вот, допустим, берем православственную Грецию, Греции, ну, или вообще, не любят русских, и мы вот тоже возмущаемся, что вот нас не любят, там нас... А с другой стороны, вот сейчас приехали из Афоны там некоторые наши братья, и там, что греки нормально к нам, вот, к русским относятся, ну, допустим, вот приезжает там некто, какое-нибудь там духовное лицо в Салонике, и говорит там митрополиту, я хочу на Афон сделать мне документы, вот, он в недоумении, как там есть определенный формаль, если там надо спрашивать двухстояния у патриарха Константинопольского, вот, а тут просто человек приезжает там на Абум, я хочу, нет, так он полезет через границу, там, обведет этих греков, которых трудно обвести вокруг пальцев, но все равно обведет, и как бы, я понимаю, что может не хорошо так говорить, но, как бы, может, скажем, не принять ли нам такую мысль, а может быть, есть основания, действительно, людей не любить, и как-то недоверчиво к нам относиться, и в принципе есть основания, вот возьмите, пожалуйста, наше правительство, разве может нормальная, какой-то там, какая-то нормальная быть дипломатия, ну, я не говорю сейчас, возьмите советское время, ну, ложь, 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 но на 70 лет говорили, что там, церковь не гонят, церковь гонят, там, нет заключенных, заключенных есть, люди же, на западе, люди, они не хуже нас, как вот у нас, вот, как вы говорите, национальная деятельность вращена, почему она возвращена, так что мы приняли постулат, что мы лучше, а они хуже, это не так, они не хуже нас, не хуже они, просто они привыкли к тому, что здесь, может в любой момент произойти там, не есть чего в нашей России, а мы будем врать, там, это же факт, поэтому, я с молодыми, мы не так вот, которые хотят, чтобы было все, честно, безумие, и что, как жить, и если, вы выше моей компетенции, да нет, ну, просто, страшно, вы простите, если я кого-то, чем обидел, прошу меня простить, а особенно, вот, насчет, я не могу, просто честно, мне так тяжело, это все, потому что, я и вас, конечно, очень уважаю, вы относитесь ко мне критически, и я не то, что я вас, я не, я могу там слушать, это не слушать, это, в общем, мое личное дело, но критично, это не то, я вам скажу, что я, так, внутренне, я не имел в виду никого, тем более, как бы, своих там, собратьев, священников, там, оскорбителей, там, как бы, навестить, те, нет, мы, опять же, вы поймите, что мы рассуждаем не о конкретно, тех или иных, там, батюшка, или не батюшка, а мы рассуждаем, если хотите, идеологем их нить, во взглядах, которые тот или иной человек, там, будь он батюшка, или не батюшка, это не важно, выражает, или там, разделяет, вот, и не для того, чтобы там, осудить, это для того, чтобы разобраться в этом, и узнать, что все же, как ближе к Евангелию, а что от него, это, опять же, как вопрос с Александром Мениным, у него были ошибки, и у каждого человека ошибки, и здесь ничего страшного нету, так что, я вам рассказал, я вам рассказал, что у нас была, у нас была, вы поймите, что у нас, я же вам сказал, что у нас речь шла, у нас, у нас речь шла, у нас речь шла, чтобы сразу же иметь контакт, они не захотели, но они не захотели, почему, потому что мы их не устроили, а? Мы их устроили, не устроили идеологически, вот и все. у нас, нет, во-первых, я вам хочу сказать, я, я вот здесь читаю лекции, по совместительству, мое послушание, основное, это коровы, тракторы, значит, Значит, два гектара земли несчастной, растений, животных и прочее. Поэтому, если мне начальство наше священноначальное там благословит, скажем, идти в народ, значит, придется мне идти. А пока мне только вот, конечно, не всероссийская аудитория, как у радио, раньше же он ладорусский, но русский. Я вам сразу сказал, что я вам выскажу свое личное, никого ни к чему не обязывающим мнение. И все наши курсы, это попытка совместно с вами разобраться просто, что к чему. А вовсе не то, что я тут сижу и пользуюсь тем, что я священник, на мне вот крест, что я изрекаю вам непреложные истины, которые вы там, скрипя сердце, должны там... Так что... Вот, вы же надо избегать крайности, видите. Как отличить это? А? Как отличить в жизни, это уральность. А вот вы же сами правильно сказали, что у каждого человека своя есть голова. Вот есть Евангелие, есть действительно церковь. Вот мы в этом и разбираемся, это и есть задача. Задача нашего курса, он как сказать, церковь современна. Вот мы и разбираемся, что? Потому что, если хотите, то можно тему выписать цитаты святых отцов, которые критиковали положение церкви современной, и тот же Феофан Затворник, близкий к нам, очень критический ко многим вещам. Это нормально. Потому что у нас как принято, что все, значит, церковь закрыта на ключик, и там ничего не... Не смей даже и подумать, мысли допустить. А как раз, я считаю, что это неправильно, что церковь все мы, не только там существуют, а и миряне, и мысли у нас у всех вполне законные, на каждую мысль должен быть ответ дан. О чем мы с вами говорим? Поэтому, опять же, прошу прощения, не обижайтесь. Вы сказали, что пред Богом мне тратится между монахом и мирянином, но ведь Христос сказал, нет никого, кто оставил бы ради меня или моего отца, или мать, или жену, или детей, и не получил бы вас сто крат. Как это понимать? Здесь речь идет о устроении сердечном. И вот в Отечниках есть две истории про двух величайших монахов, которые только когда-либо жили на земле. Один был Антони Великий, а другой Макарий Великий. И вот Антони Великий молился Богу, и какое-то у него было, видно, такое внутреннее искушение, и, видно, посетил его тщеславный какой-то повысл. И вот Господь ему сказал, иди в Александрию и пойди там к Сапожнику, вот он выше тебя. И Антони удивился, значит, и пошел в эту самую Александрию, и нашел эту Сапожника, пришел к нему. Сапожник как Сапожник, сидит, точает сапоги. Конечно, он там сразу принял Антони Великого, строил ему там угощение по своим силам. Антони стал расспрашивать, как твоя жизнь происходит. Он говорит, ничего в моей жизни особенного нет. Но Антони, конечно, не открывая ему видение свое, все же как бы, ну, да, расспросил его, в чем, как бы, его жизнь состоит. Вот этот Сапожник, он, значит, вточает сапоги, получает три, получается там зарплату свою, скажем, по-современному. Третью часть отдает нищим, третью часть отдает на церковь, на третью часть живет. И работает, и имеет такой помысл, что все люди спасутся, один я погибну. Вот. И Антони Великий, значит, поняв великую вот эту истину, что перед Богом, неважно кто монах или там кто сапожник, отправился в свою пустыню. И уже больше ему не приходилось числами помыслы. А смысл ответа именно в том, что этот человек никого не осуждал, и всех считал выше себя, и ко всем относился как бы доброжелательно, всех уже как бы поместил разряд спасенных. Хотя, как бы, ясно, что жизнь повседневная, она показывает, что люди там и грешат, и там совершают ошибки. Он не врал Антонио Великому, и не в воспитательных целях ему говорил, пойди, типа, он выше тебя, Бог. Сказал правду, что действительно человек был выше Антонио Великого. То же самое было и с Макарием Великим. Он тоже упустил, тоже искушение. И Господь ему сказал, иди, кстати, в ту же Александрию. Вот, и там две женщины, которые выше тебя передо Мною, то есть перед Богом. Он пошел, увидел этих женщин, и тоже они не понимали, что они там такого совершили. Оказалось, что это две сестры, которые замужем. Вот, они, значит, живут, они хотели уйти в монахини, но вот их жизнь сложилась так, что они были вынуждены выйти замуж. Вот, они живут семейной жизнью, воспитывают детей, вот, и как бы никогда ни с кем не ругаются, и стараются жить христианскими. Вот так. И перед Богом они оказались выше. Опять же, Бог не соврал Макарием Великима. Поэтому вот так. А то, что касается того, кто оставит жену или братьев, это к внутреннему сердечному относится устроению. Потому что, мы же читали из апостола Павловича, что имеющие жену должны быть как не имеющие. Так что, это оно и есть. Если берешь благословение на какое-либо дело, нужно ли это делать, называть священнику, это дело называть священнику, или просто есть благословение, не уточняя на что? Ну, интересно. Если вы на конкретно какую-то вещь берете благословение, то нужно, конечно, священнику сказать. То, знаете, так. Плохо мне поститься, что-то мне там, это самое. Хочется молочка. Надо у батюшки просить. Батюшка, благословите. Батюшка, ну, Бог тебя благословит. Все, хорошо. Сразу пидо молоками. Так, скажем, нет. Так. Нужно ли перед собором исповедоваться? Нужно ли брать благословение на соборовение? Если исповедовался в субботу и причалился в воскресенье, а собором в четверг, нужно ли еще раз идти на исповедь? Перед соборовением принято исповедоваться, да. Благословение на соборовение, если у вас как бы духовник, и вы с ним обсуждаете дела, то, конечно, хорошо спросить его. А если исповедовался в субботу и причалился в воскресенье, а собором в четверг, то, конечно, идти на такую уж подробную исповедь, если, конечно, ничего не есть, если вы решили вот такого ужа, то нужды нет. Так, как? Можно? Что на третий день? На третий день что именно? Причаться? Исповедоваться? Нет, вы знаете, тут никакого смысла эти временные, здесь третий, второй, первый, это не имеет никакого значения. Правильно так, что соборование – это таинство, как мы с вами уже говорили, которое установлено для излечения телесных и душевных болезней. И уже в нашей церкви принято перед соборованием исповедоваться, перед соборованием поисповедоваться. Но это если человек не ходит регулярно в церковь, а вот он раз в год, там, по стол, делает удолжение церкви, в нее приходит. Тогда ему, конечно, надо перед соборованием подробно исповедоваться. Если человек регулярно живет церковной жизнью, старается все время исповедовать, то такой настоятельной нужды, вот как раз ему такой подробности перед соборованием нет, потому что человек, ну, это все время исповедоваться. И принято после соборования причаться. Принято. Однако это не отменяет того, что можно перед соборованием причаститься и после соборования поисповедаться. Это все вещи условные. Просто постом обычно входит в церковь многие люди из тех, которые в остальное время года там считают это ненужным. Поэтому для них такие, как бы, что сначала человек исповедуется, потом собор, потом прельщик. А для человека, живущего церковной жизнью, постоянно ходящего в церковь, это не имеет значения такого именно жесткого правила. Тут уже по удобству каждый. Так, бумажки у меня кончились. Это подословение, пожалуйста. Ну, по-нарке уже из храма, который уже отошел к патриархии и не остался подводя в монастыре, для них уходит из него? Теоретически могут. Могут. Это все зависит от решения, как священно начали решить. Если у нас сейчас храм отошел к патриархии, и вот, допустим, нету батюшки на него, да, он шел, он есть подводя на другое, да? И я спросила, что лучше больше не будет, потому что он монах, и он здесь не может. Не потому что монах, потому что так решило в конкретном случае священно начали. А никакого такого запретка нет. Может он монахи еще служит на прикол. А не сходя, если судим на спасение, не сходя, и это зависит от решения священно начали, а вовсе не от каких-то таких норм. Сейчас все может быть. Так, вопросы еще есть у вас? А вот, а действительно в Великой Пост можно только один раз начать? Нет, не действительно, а почему так? Я вот услышала чувства, но не могу сказать. Нет, а почему только один раз? Скажем, время своих причений зависит от вашей церковной жизни. Есть люди, а что же, они в Пост тогда вообще не надо причаться, что ли? как раз наоборот Великий Пост там, допустим, если человек причается там раз в месяц, то Великий Пост можно и раздвинить. Где может получить духовное, музыкальное образование, область церковного песнопения? Ну, в Лавре есть ригинские курсы, сейчас много есть, и у нас тоже при монастыре вроде курсы есть ригинские. Сейчас можно, почти при каждом храме сейчас институт, институт, да. Много еще есть. Так. Надо бы отправить благословение на собор или нет? Если нет духовника. Нет, ну, если нет духовника, то и вопрос снимается тогда, и не у кого брать. Нет, ну, это как чисто формально, как формально это не имеет значения, а это имеет значение, когда вы действительно, у вас есть духовник, вы с ним все обсуждаете, касательно церковной жизни, тогда да. А с ним тогда и смысла не имеет. Так, ну, все, да? Тогда мы с вами прощаемся. Субтитры сделал DimaTorzok